всем друзья привет у нас классная погода по-прежнему тепло 30 градусов на солнце сейчас едем 25 градусов но это у нас утро 10 часов утра вот едем сейчас мы с вами на улицу известенская сниму для вас один обзор интересный вот а по дороге хотел бы вам рассказать я уже понял что многие из клиентов моих из подписчиков даже не знают какие виды отопления применяются в городе сочи но такая тема может быть она для кого-то важно для кого-то не важно ну раз уж мы на разные темы с вами так сказать дискутируем давайте все-таки пообсуждаем то есть да я вам расскажу какие виды отопления есть и вы уже можете обсудить какой из них лучше да но центральное отопление все знают это центральное отопление от котельной то есть как в обычном допустим стандартном городе горячая и холодная вода и то есть отопление идет централизованно что касается такого вида отопления то я вам скажу что она не из дешевых если мы смотрим из всех видов отопления то я так думаю что она наряду наверное с электрическим отоплением почему могу сказать потому что как только наступает сезон отопитель на они включили и заканчивает его уже конце то есть центральным отоплением особенно старом фонде нет возможности регулировать от отопления единственно вы можете перекрыть батареи к примеру да что вам не жарила если вам жарко но при этом все равно будете платить за отопление поэтому такой вид отопления он уходит в нет так сказать сейчас больше домов строится именно с газовым отоплением поэтому такой вид отопления это только в старых панельных фондов так сказать следующий вид отопления это газовая котельная на мой взгляд такая середина такая так сказать посередине стоит между всеми отоплениями то есть это и не совсем дешево как газовый котел но и тем не менее недорого как центральный центральное отопление также это газовая котельная устанавливается на целый дом во многих сейчас жилых комплексах такое применяется особенно допустим вальпика группу они практически везде ставят газовые котельные вот поэтому вода горячая и отопление будет у нас по счетчикам это не так дорого будет насколько допустим там центральное отопление либо электрическое отопление есть альтернатива как бы тому чтобы иметь газовый котел этот наиболее мне кажется самый такой из отоплений выгодных когда у вас свое своя возможность регулирует отопление свою возможность отключать его вообще и конечно же горячая вода у вас от газового котла то есть у вас получается все затраты именно по счетчику газа и по счетчику холодной воды самый распространенный такой вариант газовый котел и на мой взгляд самый самый лучший до сих пор считаю что это удобно и вот мы также пользуемся газовым котлом в данный момент и пользовались когда у нас был свой дом вот единственное как бы вот знаете какой нюанс его надо обслуживать это раз во вторых не дай бог может какой короткое замыкание быть в электросети может снести ему мозги они тоже достаточно дорогие пол котла наверное она стоит потом у него есть ресурс его ресурс примерно около пяти там тире 7 лет максимум то есть его потом все равно менять если вы меняете то это опять же уже на вас ложится замена газового котла потому что поменять вам его никто не будет вы и так доплатили 150 тысяч рублей за подключение газа и за за установку как бы котла да с документацией поэтому он уже принадлежит вам так сказать вот и когда вы включаете горячую воду пока контур ну пройдет там холодной воды выдавить то что было в системе пойдет только горячая вода то есть тут уже идет расход воды если вам просто надо что-то горячей водой быстренько помыть там руки к примеру и так далее вот но это не критично к этому можно привыкнуть вот но я как бы показываю именно все плюсы и минусы даже газового котла так сказать который мне нравится которым я привык ну кто-то привык уже централизованное допустим отопление или вот от газовой котельной включить там вода идет по кругу постоянно нагревается поэтому всегда горячая вода у вас сразу открыли она потекла уже у вас так сказать уже вам в руки до следующий вид отопления это электрическое отопление есть два вида электрического отопления есть котельная которая на электричестве работает то есть целый дом топится и есть электричество электрическое отопление которую у вас самостоятельно либо вы ставите собственный котел либо вы ставите какое-то конвекторное отопление либо радиаторы либо теплыми полами ну отапливаете да вот плюс допустим электрического отопления именно индивидуального они через котельную то что вы сами уже регулируете хотите вы отапливать или не не хотите отапливать до в котельных которые работают именно на электричестве вот дом допустим весь потом будет подаваться конечно же ну полностью отопление то есть и вы уже платите за него по любом минус конечно же самый электрического отопления то что дорога визна да то есть вам приходит придется платить за электроэнергию также надо обратить внимание при покупке такой квартиры хватает ли мощности в доме потому что могут по техническим всем планам дать только мощность для бытовых каких-то приборов до без учета допустим электроэнергии на отопление ну конечно такой редко случается в основном застройщики думают об этом но тем не менее все равно по узнавайте вот что касается маленького плюса электроэнергии если у вас дом не газифицирован то у вас электроэнергия будет по сельскому тарифу то есть не настолько она уж сильно прям дорогое будет вот но с учетом того что у вас все электроприборы то есть электроплита у вас электро нагревание то есть полы там или отопление до утюг там где-то что-то включите также вы горячую воду тоже отапливаете через бойлер то есть горячей воды соответственно водонагреватель тоже потребляет электроэнергию конкретно сколько сказать сколько уходит в месяц но сложно сказать я могу вам сказать только вот допустим по газовому отоплению мы платили допустим порядка коммуналку нас всего вместе выходила вместе со светом даже в районе полу полутора двух тысяч вот так вот даже в зимний период сейчас конечно летом сейчас уже меньше поэтому друзья но выбирать вам если квартира маленькая для отдыха там 20 квадратов естественно смысл переплачивать за этот газовый котел если есть возможность альтернатива электрическая там отопление индивидуально я думаю что это нормально можно и взять с электричеством но если вы для жизни покупаете и там площадь большую с три комнаты там пример с электрическим отоплением но это будет накладно на мой взгляд и подумайте хорошенечко поэтому друзья вот такое мое мнение если что-то я забыл добавьте если у кого-то другое мнение напишите в комментарии с удовольствием с вами эту тему обсудим но все всем пока